спасибо всем что мы здесь что мы здесь вместе с вами снова мы только что вернулись из поездки наша задача была привести маму из россии не удалось ни мама городе сызрани не дядька в городе киеве не захотели ехать в англию говорит жили там проживем и поэтому с этой точки зрения у нас не очень вдох с поездка но что-то мы увидели что-то мы услышали что там и где-то мы служили в церквях разных и что-то удалось все таки и я хотел бы вот просто сказать что самое главное достижение какое на мой взгляд вот мы когда прибыли в эстонию а когда мы уверовали мы слышали об этом человеке очень много это был один из выдающихся людей который спровоцировал пробуждение в европе пастор рейн в 70-е годы тогда вот эта знаменитая церковь оливеста которая стояла напротив здания кгб советском союзе она наполнилась людьми и тысячи тысячи людей приняли христа хотя он был баптистский пастор он переполучил переживания духа святого и люди ехали и мы слышали об этом человеке и вот мы пришли в таллине церковь оливеста этот пастор рейн а это невозможно было он был он раз в неделю только принимает он старенький ему 91 год и мы пришли спрашиваем у людей а вот пастор рейн можно как-то может быть он случайно может да он говорит случайно зашел у них как раз сейчас идет заседание братский совет и мы встретились у меня есть фотографии к сожалению я сейчас не могу показать но мы он мы пришли мы попросили он вышел из заседания мы пришли я марина и татьяна наша она и сталина тоже верующие и мы я склонил колени он молился и такое присутствие бога я смотрел на марину она рыдала таня тоже плакала слезы текли и мы понимали что вот я так хотел чтобы он попал заложил на меня руки чтобы помазание пробуждения пришло в лондон я принял это и умолился и нас на самом деле человек божий вот видно что каждая секунда его жизни как-то посвящена богу и это невозможно ну скрыть ну как сказать придумать да это невозможно как-то сыграть человек либо видно что бог с ним и конечно это главное достижение ну плюс конечно еще было много всяких смешных историй как мы путешествовали и ну когда мы приехали сюда у меня такое ощущение что немножко на надо возвращать порядок в город лондон газеты посмотрел почитал думаю что происходит куда мы вернулись газеты пишут что там падение фунта новая забастовка железнодорожников умные трассы будут которые только-только закрываются нас бывший премьер-министр говорит что мы будем советую вам дорогоценно купить новый чайник если вы боитесь зимы за 10 фунтов я думаю что происходит куда я попал что происходит электричеством то есть нам говорят что в этой зимой будет очень холодно будут отключать электричество мусором эти мусоровозы отказываются работать потому что жарко в общем-то наше будущее премьер-министр который может быть лист раз вообще в разговоре сейчас все газеты только про это пишут хочет попасть вог в этот журнал такой модный это ее главная идея все остальное не волнует как люди будут жить и добило меня когда я приехал в родную англию и мы миссионеры здесь я думал что происходит и добила то что сейчас все в этом пишут манчестерский университет наконец-то прославился тем что люди стали студенты стали изучать мастурбацию это главный сабжект который вот я думаю господи помилуй что происходит где наша англия верующая иудео-христианская где давид ливингстон где смит вигглсворд надо что-то делать ребята мы живем сейчас в пост материалистическом обществе то есть мы сейчас живем в обществе где уже атеистом быть не 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 модно не хорошо и мы вчера были в коэнгарден решили вернуться в лондон побывать в наших таких знаковых местах и вдруг натыкаемся на кафе на кафе написано мы вегетарианцы мы готовим кошерную халяльную буддийскую кухню в общем они покрыли все какие угодно религии лишь бы люди приходили и покупали у них так вот друзья я по не понимаете жить в этом пост материалистическом обществе сейчас люди все веры верят ну проблема и так что люди ищут в какую религию то есть сейчас приблизительно такая же ситуация как было во времена апостола павла помните он ходил по афинам и говорил вижу что вы как бы особо на набожность только у вас богов там и в этого верить и в того верите а в кого верить как верить очень тяжело сколько христианских деноминаций в эту пойти лифту поэтому давайте мы посмотрим что же нам советует сегодня глава это очень важно мы изучаем глава шафтим уже саша начал это очень принципиально посмотреть второзаконие 21 глава это конец посмотрите очень интересная мысль александр николаевич начал с того что он рассказывал что нужно судить за и должны быть судьи а давайте мы посмотрим как судить потому что здесь рассказывается принципы каких-то вещей которые вот иногда нам в голову не лезет но дух святой господь заложил это в библии и это дает нам какую-то право размышлять об этом второзаконе 21 глава с первого стиха посмотрите если в земле которую господь бог твой дает тебе во владение найдет найден будет убитый труп до лежащий на поле и неизвестно кто его убил то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние но там идет речь расстояние от носа убитого да вот мы сейчас посмотрим почему нос до городов которые которые вокруг убитого и старейшины города за того который будет ближайшим к убитому пусть возьмут те лицу на которые не работали и которая не носила ерма и пусть старейшины того города ты дадут отведут эту телицу в дикую долину которая не разработана не засеяна и заколят там телицу в долине и придут священники сыны левины и все старейшины города того ближайшие к убитому пусть омоет руки свои над головой телицу зарезаны в долине и объявите скажут руки наши не пролили крови этой и глаза наши не видели очисти народ твой израиля который ты господи освободил и не в мини народу твоему израилю невинной крови и они очистятся от крови так должен ты смывать у себя кровь невинного если хочешь делать доброе и справедливое перед очами господа очень своевременно отвечающая на то что происходит вокруг голова мы сейчас посмотрим это очень свое время почему потому что есть вещи которые духовные вещи которые мы должны делать как верующие люди чтобы спасти ситуацию в городе виноват я в том что падает фунт нет виноват я в том что избирает не пойми кого нет виноват я что криминальная обстановка так ухудшилась особенно восточных районах лондона что туда даже боятся полицейские ходить и уже просят пастеров чтобы они пошли хоть как-то я в этом виноват нет увеличение убийств там ну ухудшение ситуации в образовании работы не очень много сейчас ну смысле наоборот с одной стороны есть очень много работы пожалуйста идите в н.ч.с. и большая зарплата но никто не хочет как же я должен себя вести давайте смотрим вот если в земле в которую господь бог дает тебе во владение найден будет убитый мы сразу видим как но мы любители детективных историй мы сразу себе представляем что человеческий подход надо начинать расследование кто убил зачем убил какие были применены оружие убийства то есть мы сразу включаем такое детектива бог говорит немножко по-другому его как будто не интересует кто убил и зачем убил он говорит нет нет немножко другой подход какой вот земля в которую дал тебе владение там используется слово а дома потому что обычно когда речь идет об израиле или о земле вообще используется слово эрэц от слова рацион до воля божья то есть на землю есть определенная воля божья так вот в данном случае не используется синоним а дома от слова адам человек от кровь да то есть это кусочек владения это как дача да или как вот моя внуну в славянской культуре это принято то есть да есть земли там земля там но когда твою кусочек убью это моя дочь а моя земля никому не дам вот это а дома если вот на своей даче да на своей а доме то что тебе дано во владение ты убежден ты купил ты заплатил это твое и вдруг ты приходишь на свою дачу лежит убитый да и неизвестно кто его убил тебя подбросили труп ты не убивал ты знаешь прекрасно что ты не убил у тебя руки чисты и он говорит то есть есть преступление да есть какая-то страшная зараза которая постигла а в библии там мы рассмотрим дальше до этого было и после этого было что убийство так просто так на твоей земле не происходит то что происходит с англией с лондоном просто так не происходит то есть духовная какая-то деградация были допущены какие-то вещи британцами и нами всеми потому что мы тоже британцы уже и мы допущены какие-то вещи которые открыли дверь для дьявола что начались происходить убийцы начали происходить какие-то вещи это не неправильно и он говорит неизвестно пусть выйдут старейшины твои и судьи твои понимаете он говорит пусть вы тогда начинается с руководства вот руководство сейчас все газеты 5 сентября только в понедельник будет объявлен кто наш следующий премьер-министр а пока без власти а такое чё сделали парламентарии взяли самолет бориса джонсона и давай 700 миль летать и пьянствовать вот это старейшины но это чё такое что это за ответственность за судьбу страны понять верующие должны начинать поднимать голову некому управлять никто не хочет нормально себя вести и вот что он говорит позови старейшин и судей которые несут ответственность до тех людей которые хоть немного соображают которые хотя бы заботятся о о судьбах людей до пасторов служителей судей и выйдут старейшины твои измерят расстояние до городов ну то есть ближайший город они господь как бы не заморачивается особо а какой город виноват может из того город он ближайший вот к этому к этому твоему владению какой вот есть ближайший город потому что там вот оттуда и бери себе судей то есть но в нашем случае это что означает когда мы видим вот когда где-то там восточном лондоне убийство там еще где-то меня это мало волнует но это где-то там но когда у нас под носом открыли центр распределения наркотиков убийств и оружие напротив это меня волнует это на моей улице это мои дети и за вчера там орали кричали мордобитие было это меня волнует это меня задевает и до ближайшего города это означает сейчас это происходит и зачем мне искать где-то то есть так когда далеко меня не волнует но когда близко это рядом с тобой произошло это вот произошло здесь и поэтому я должен принимать решения какие-то и что я должен делать и взяли от носа опять же смотрим почему нос давайте разбираться это очень важно знаете как это буратино почему у меня такой нос длинный чтобы дышать с точки зрения уже александр уже рассказал что семь ворот на голове и ну их четыре как ну как глаза это как одна субстанция ушки до нос и рот это ну с древность со времен иисуса это рассматривали как голову мессия голова бога голова христа так как мы сотворены по образу подобию эти четыре вещи они открывают 4 буквенное имя бога вот то есть они так раввины рассмотрели это и говорят глазки это буковка вот первое ют на смотреть ушки это буква гей то есть чтобы слышать буковка вав это нос нюхать а буковкой и следующая буковка гей 4 это опять чтобы ну это вкушать там и они говорят вот почему именно буковка вав от нее надо мерить расстояние до ближайшего города странно и здесь мы должны понять что в библии бог он очень практичен он не у него нет каких-то вот знаете как раньше был такое движение искусство для искусства я пишу графоман такой я рисую просто потому что мне так нравится мне не волнует как посмотрит публика я просто это бога так нет все что он дает он дает имеет функциональное значение именно этих допустим колено израиль не просто сбрендило в голову отдай-ка будет рувин нет имеет функциональное значение так вот функция носа или буковки вав на протяжении всех веков люди рассматривали это как реализация твоего твоей жизни да то есть вот эта буковка отвечает или вот этот нос то есть ты должен унюхать это способность увидеть свое призвание свое прочувствовать другими словами когда убили человека которого что его сделали кто-то насильно лишил его возможности исполнить волю божью правильно кто-то отнял у него это возможность чтобы он исполнил волю божью и тогда включается вот именно от этого говорят давай поэтому будем мерить чтобы хоть как-то покрыть этот грех чтобы человек который напрасно был убит и не смог исполнить судьбу что мы как верующие могли защитить его душу да так вот когда померили и беру телицу на которой никто не работал на опять же телица вот мы были сейчас но в сызрине маму пытались собрать она отказалась что-то помогать там у меня одноклассница она местный там олигарх в тольятти у нее умерла племянница вот у нас как у меня одноклассник умер мы приехали да и попали на похороны это не я пришел хотел и шел по улице хотел ему позвонить позвонил он работает юристом очень известный юрист я звоню ему домой вдруг берет додину женский голос я даже не понял она говорит кто эти игры одноклассник а папы не стало час назад вот это да а я хотел ему еще я знал что он болеет это хотел ему засвидетельствовать и не успел и тут звонит это одноклассница и говорит еще вот у меня умерла племянница едем на похороны 16 лет девочки и она умерла от рака но говорит она так умерла что и родители как-то приняли это без без это и как-то она горит умирала она никого не обвиняла на невинная девочка умерла она там всех благословлял и папа мама все будет хорошо и как-то ее жизнь вот она не испытала греха не испытала ничего и она говорит вот как ангел появился это ну моя одноклассница и она горит как вот как телиться вот невинных что такое телиться берут невинную чистое животное которое не испытала потому что телиться символизирует нашу душевность ну потому что наш все грехи в библии описываются через животных каких-то на там осел это стремление к материализму да там козел это бунт и и так далее а телиться вот описывать невинная не тронутая она описывает наше животное которое усмиренное до которое чистое то есть у нас на животном уровне тоже есть какие-то нормальные поведения вот эту телиться которые не тронутая не работала не ну не ведут в долину долину тени смертной и и там убивают особым образом лучше хита который вот ну когда вы видите кругом написано кошерное да то есть мясо кошерное то что такое кошерное мясо это убил значит мясо убитая особым способом да то есть хита называется то есть и и убивают так чтобы животные не боялась выливают кровь она без крови ну то есть определенная а здесь какая-то странная процедура убийства до вызывает священников во первых тоже здесь очень нужно понять священники левиты но они обычно жили только в иерусалиме да они не жили в этом городке то есть это означает из столицы вызывают людей которые на национальном уровне у это убийство на моем мать в моей даче рассматривают как национальную проблему да то есть серьезно относится ну как казалось бы нашел труп и все давай расследовать или там давай нет это наца вызывают из иерусалима священников ведут в долину ближайшим потом священники что делают омывают руки помните понти пилоту когда омывал руки здесь тоже сам омывают руки говорит все потом произносят вот это исповедание которое очень важно потому что они осознавали если бы они этого не сделали эти священники то грех бы открытая дверь для дьявола долбала бы этот народ то есть они закрывают дверь вот как закрывают они дверь для дьявола и и убили умыли руки над головой целицыны зарезаны в долине еще зарезаны в долине там особым образом ее убивали топором так вот по затылку как-то очень ну чтобы тоже сложная процедура объявят и скажут руки наши не проливали крови этой глаза наши не видели очисти народ твой израиля который ты господь освободил и не вмини народу твоему израилю невинной крови то есть они говорят очисти народ твой потому что они осознают вроде бы в израиле и вообще в библии говорится что то что ты делаешь у себя спальне да иногда то что ты смотришь иногда там ну может быть порнуху или еще что-то там или ты что-то делаешь такой грех никто не видит только ты один знаешь это влияет ли это на церковь влияет вот мы сейчас вокруг видим влияет на общество жизнь внутри церкви влияет на общество вокруг нас библии так написано это не я говорю да и вот поэтому они омыли провозгласили что очисти народ твой утвердились и и и ты должен так смывать говорит господь кровь невинного если хочешь делать добро и справедливо передачами господа вот как делается суд здесь очень много образов я не буду углубляться потому что нам надо еще одну момент продолжение это как бы история но с другой немножко стороны есть третьей книги царств для откройте пожалуйста где история про илью и вы сейчас увидите взаимосвязь и она потрясающая история опять же очень интересная до этого 18 главе вы помните илья что сделал он там не было дождя там ругался с ахавом с изовелью изовелью убивала пророков там пытались прятать хороших пророков расщелинах и и тут илья проявил чудеса смелости храбрости духовного дерзновения то есть о чем я говорю сейчас наступил период нам как-то реагировать на то что вокруг происходит я не хочу оставить мою страну теперь может 30 лет живем в англии это наша страна я не хочу оставить дети наши здесь родились дети наши ну как бы я не хочу оставить вот это вот ненормальность какая-то господство в этой стране я хочу что-то сделать и у меня иногда такое дерзновение я была такой выйти призвать торнадо потому что я бог нас судить как-то поубивать всех плохих как той латвии на к вене как-то сказала сказали ребятки да говорят как исправить ситуацию да легко говорить давайте все хорошие люди соберутся и поубивают всех плохих и решили проблему ну давайте мы все хорошие заберемся так вот и вот здесь 18 главе когда вы помните илья призвал 450 пророков валов на горе кармель где живут наши старшие дочка с мужем и с внучкой лелькой они там живут рядышком где это происходило и вот он призвал этих пророков они сделали ров то есть они поставили свой алтарь начали призывать он дали ну давайте вашего вала призовите потому что и завели она поклонялась валу они кололи себя кричали один день вторую ничего не получилось и тогда он говорит а теперь давайте я он построил жертвенник новый прорыв ров залил водой так что и ров и все и жертву залил и все и во время приношения вечерной жертвы подошел я пророк и сказал господи боже авраамов опять очень важно правильное исповедание смотрите исааков израиль познают в этот день что ты один бог в израиле что я раб твой и сделал все по слову услышь меня господи услышь меня да познает народ этот что ты господи бога бог и ты обратишь сердца их к тебе и не спасал не спасал огонь господи не пожрал всесожжение дрова то есть огонь с неба пришел пожрал дрова камни прах поглотил воду которую ворву увидев это весь народ пал на лицо свое и сказал господь есть бог господь есть бог и сказал схватите пророк валовы чтобы ни один из них не укрылся и схватили их отвел их илья к потоку кессона и заколол их там и сказал илья ахаву пойди ешь и пей ибо слышен шум дождя ну илья проявил чудеса храбрости почему я об этом рассказать на уж это то как я вот переживал и чувствовал я думаю я еду в англию сейчас мы я там увидел немножко пробуждения здесь немножко там проповедовал увидел какие-то вещи и думаю сейчас приедем в англию наведем порядок сейчас бурю нахлынуть сейчас судим всех место не останется и я с таким дерзновением и вот читаю и мне показалось на место и пересказав ахав и завели все что сделали я это что он убил всех пророков мечом и послала и завели посланца илья сказать пусть это это сделать не боги еще больше сделать если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то что сделано с душой каждого из них увидев это он встал и пошел чтобы спасти жизнь свою и пришел в версалию который в уйде и оставил там отрока а сам отошел в пустыню на день пути и придя сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал довольно уже господи возьми душу мою ибо я не лучше отцов моих его час мы посмотрим просто маленький маленький урок который вот господь показывает нам в этих сложных ситуациях которые мы живем илья держал победу он судил пророка фаула он выступил против дьявола открыто дерзновенно и тут и завели жена царя ну как всегда через женщину в данном случае это имеет смысл потому что большинство сейчас царей и служителей вот мы столкнулись с этим находятся под влиянием своих жен там или каких-то нету царского дерзновения нету смелости и вот она сказала ну-ка убью этого илью илью и все и он убежал он испугался только что смелый и тут испугался испугался то что его грохнул убежал в пустыню и просил смерти себе заметьте некоторые говорят что у него были эти наклонности к самоубийству никаких наклонностей к самоубийству не было он оставался пророком божьим он не хотел сам себя убить он хотел чтобы бог его убил в этом большая разница правда он сказал ты меня убей господь нужно почему он так заскулил почему так вот произошло и давайте мы посмотрим очень смешная история когда читает некоторые места библии нужно если снимать какой-то фильм снимать это надо в комедийном потому что бельмондо здесь отдыхает это пьер ришард и вот смотрите и лег он и заснул под можжевеловым кустом и вот ангел коснулся его и сказал ему встань и ешь то есть представьте себе илья в депрессии ему страшно он горит бог убери меня бог посылать ему ангела ну понимаете что бог реагирует на наши проблемы бог слышит бог понимает и когда он начинает решать проблемы мы-то ожидаем совсем по-другому из чего начинает ангел ну как мы себе представляем что ангел должен был сделать он должен был возложить руки и сказать или я ты что делаешь очнись покайся ну-ка смирись ты что начал разговаривать не понимаете вот услышьте это самая большая проблема в церкви как я как служитель все таки же в этом году 33 года как мы служим и ну я служу да мы чуть позже но эти четыре года как идем за так вот сам когда работаешь с людьми ты понимаешь что очень часто мы вот вас в австралии сейчас произошел случай девочка заболела там диабет я не помню что-то у нее да и родители такие супер верующие отказались вести в скорую помощь отказались колоть какие-то лекарства не за нее молились молите она умерла то есть либо мы супер духовные мы говорим надо решать брат ты согрешил давай молиться давай что как бы мы подошли к этому келью илья ты наверно согрешил ну как бы духовные решали или у нас есть в церквях люди материалистического такого которые все сводят к материализму они говорят у тебя просто физическая проблема выпить таблеточку у тебя все пройдет или душевные какие давай психиатру сходим он с тобой поработает и мы решим эти вопросы но у бог он более сложно вы понимаете вот что я хочу сказать я хочу вам показать бога который который другой который я открылся мне совсем с другой стороны я понял эту мысль что бог он сложнее он не его нельзя загнать в бокс какой-то его нельзя сказать что вот он такой если я буду держаться вот бог такой бог такой он должен только с огнем до выступать хотя мы знаем что бог выступает с огнем и мы дальше это увидим бог землетрясение бог такой смотрите и ангел вместо того чтобы его там воспитывать говорит встань илюха давай я приготовлю тебе покушать покушай начал его кормить вы понимаете то есть его начал кормить кушай потом второй раз но он напоел напился опять возвратился ангел господь его второй раз коснулся его сказал встань ешь дальняя дорога опять накормил то есть я так представляю то есть надо пригласить человека накормить его если он в депрессии посидеть с ним и сказать ведь а дальняя дорога встал он поел напился и подкрепившись той пищу шел 40 дней 40 ночей до горы божьей харива и пошел он там и в пещеру ночевал в ней вот опять же горы гора харива тоже не все так просто каждая строчка библии имеет свой смысл что такое гора харива кто знает кто помнит другое название кто помнит харив это она же и сенай да та же самая гола гора сеная пошел на гору сенай где моисей требовал чтобы бог показал ему свою славу помните в эту же пещеру большинство богослов читают что он пошел в эту же пещеру где моисей увидел славу божью когда моисей сказал господь нет ты мне покажи свою славу нет ты мне и видишь свою славу где не могу я тебя ты умрешь но я тебя со спины так пройдусь ты увидишь и вот в этой именно пещере выспался хорошо поевший илья и было к нему слово господне вот он встал вышел и сказал ему господь что ты здесь илья когда бог задает вопросы он что не знает ответ где это илья дали когда в эдемском саду где ты адам а то он не видел что он прячется когда бог задает вопросы нам это духовный принцип он хочет чтобы мы он дает вопрос чтобы это мы сами себе задали вопрос мы проанализировали мы ответили мы задали этот вопрос себе и он говорит что ты здесь илья и он начал ему рассказывать как будто бог не он сказал понимаешь возревновал я господи бога и целоводь ибо сыны израиля вы оставили завет твой разрушили твои жертвенники пророков твоих убили мечом остался я роди но мои души ищут чтобы ее отнять и сказал я выйди и сказал и сказал господь выйди сталь на горе при лицом господне вот господь пройдет давайте вот остановимся то есть что говорит наша с вами натура обиженная депрессированная когда мы видим проблемы вокруг она говорит господи я один остался нет ни одного верующего в этом лондоне из 12 миллионов раньше четыре с половиной миллиона было верующих сейчас ни одного не осталось церкви посмотри что происходит и когда мы начинаем жаловаться куда ты смотришь господь бог говорит не переживай у меня есть свои люди что ты хочешь сказать что вы в правительстве есть свои люди в правительстве если люди которые альфа курса и мы их знаем даже что есть и в судебной системе и судебной системе и что есть люди которые не преклонились они есть и в школах и в школах есть что есть твои люди и в полиции в полиции есть езды что какие escrlas люди твое везде есть мои люди понимаете когда мы видим проблемы и мы думаем что все Кранты В последнее время ни одного верующего не осталось Город идет ко дну И может быть прав Глоба Когда еще в 1984 году Глоба предсказал Что Лондон утонет И больше Англии не будет Это он предсказал в 1984 Потом в 1994 Потом в 2000 Слава Богу Что Глоба еще до сих пор жив На самом деле И Лондон стоит И никуда не уходит И вот он сказал Послушай, давай я тебе объясню Вот как Бог объясняет Смотрите, очень важно Выйди Стай на горе перед лицом Господнем На горе сена И вот Господь пройдет И большой сильный ветер, раздирающий горы И сокрушающие скалы пред Господом Но не в ветре Господь Понимаете В данной ситуации Бог что-то объясняет Противоречивым ответом Потому что В деяниях апостолов Господь явился как ветер И мы много раз в Библии читаем Бог являлся как ветер Это его символ тоже Руах Дух О чем говорит Господь Непонятно Потом он говорит После ветра землетрясение Но не в землетрясение Землетрясение Господь Когда Иисуса распяли Что было? Землетрясение Через землетрясение Много раз Бог говорил Значит это его символ тоже Но не в огне И потом После землетрясения Огонь Ну я вам уже говорил В кусте Моисей Бог явился Тоже огонь После огня веяния Тихого ветра Услышав это Закрыл лицо Свою милостью Своей И вышел И стал у входа В пещеру И был к нему голос И сказал ему Что ты здесь Илья Прежде чем мы посмотрим И увидим Как решил Илья И Бог Вопросы через Илью Он сказал Ты меня услышишь В веянии тихого ветра Да? Что это означает? Это означает Что Мы не можем Бога Как я уже говорил Загнать Ни в какую Концепцию У Ильи был план Стратегия Вот так Так и так Сейчас Пророков поубивал Сейчас выйду Эту Изавель Уничтожу Сейчас всех Поуничтожу У него была стратегия И он был убежден Что все вот Хорошо А тут Бог Какую-то другую То есть Вот такой Бог Он так начал действовать Он будет продолжать Бог говорит Я не буду так продолжать И вот здесь Он говорит Есть Милость Благодать Которую Ты не до конца понимаешь И для меня тоже Вот это было Господи Я сколько раз Тоже молился Господи Да сколько это можно Вот В Лондон Ты призвал нас Вот мы И то делали И это уже И евангелизировали И стояли Собрали Что не так У него есть Свои люди И вот что Что нужно делать Как Нужно успокоиться Не ждать Больших Потрясений Как вот этот Когда читаешь Историю Вот этого Пастора Рейна Как началось Все Вот там Тихое Веря Я и не я И смотрите Что происходит Он говорит ему И сказал ему Господь Пойди Вопросы Решаю я А вдруг Ее Бог Возьмет И поставит Вот как И что мы Будем делать Ничего Да Будем молиться И ставить Да И кто убежит И вот смотри Он говорит Поставь этого Азаилов Царя Над Сирию А Иуя Сына Намесина Помаш Царя Над Израилем Елисей Сына Сафатова И завел Михол И помаш Пророка Вместо себя Кто убежит От меча Азаилова Того Умертвит Иуй Кто спасется От меча Иуева Того Умертвит Елисей Впрочем Я оставил Вот здесь Он говорит Между Израильтянами Семь тысяч Мужей Всех Всех Сих Колены Не преклоняли С предвалом И все Сих Уста Не лабазали Его И пошел Он оттуда И нашел Елисея Сына Сафатова Я хочу Здесь остановиться Просто Чтобы Помазание Елисея Это другая Совершенно Тема Ее нужно Углубиться Потому что Это Как бы Продолжение Но Вот То что Бог Показал И мне И вот Успокоил Меня В том Моих переживаниях По поводу Ситуации В Британии Что У него Есть люди И Сейчас Наша задача Может быть Есть Есть Людей Которых Нам Бог Сказал Мы Их Благословили Да Я уже Расскал Эту историю Есть Люди Которых Мы Можем Просто Молитвенно Провозгласить Наша Задача Сказать Господь Поставь Тех Людей Которые Ты Хочешь Видеть Вот Вначале Бориса Джонсона Поставили Но раз ему Богу Не угодно Была Его позиция Он его убрал Раньше Даже срока Значит Что-то Не так Там Было Сейчас Он Ставит Другого Человека И мы Мы понимаем Что Задача Верующих Поверить Что Бог Любит Лондон Британию Больше Чем мы Что Он Любит Народ Здесь Что Он Любит Людей Он Он Хочет Спасти Этих Людей И У Него Есть План Не Всегда Этот План Я Как Я По-человечески Правда Думал Вот Ребята Что Вот Как Этот Илья Призвать На Трафальгарскую Площадь У нас Было Откровение Собрать Всех Показать Всем Кто Бог На самом Деле Чтоб Все Покаялись Чтоб Все Поняли И С этого Начнется Пробуждение Да Нам Было Открыто Что Трафальгарская Площадь Начнется Но Скорее Всего Те Мечты Те Идеи Как Я себе Нарисовал Может Они Не совсем Правильные И мне Нужно Покаяться Мне Нужно Дать Возможность Богу Действовать Так Как Он Считает Нужным И Я Верю Что Бога Есть План И Он Хочет Спасти Лондон Британия И Как Нам Было Сказано Вначале Когда Мы Приехали В 1993 Году И Нам Группа Песятников Принесла В духе Подошла К нам И сказала Посмотрите Это Для вас Очень Важно И Там Было Написано Пророчество 700-летнее Что Англия Никогда Не будет На стороне Антихриста Англия Не будет Потоплена Водами Англия Будет Потоплена Пробуждение Святого Духа И Я Верю В Это Мы Живем С Этим Живем С Этим Пророчеством Поэтому Друзья Я Сдел Вывод Читаю Историю Про Илью Читаю Историю История Закония Главы Шавтим Я Сделал Вывод Что Надо Смиряться Надо Смириться По твердую руку Божью Вознесет Вас Свое Время Что Как Верующ Как Служители Мы Должны Просто Строговать Следовать Инструкции Которые Дает Тихий Голос Духа Святого Иногда Нам Хочется Бога Видеть Так Как Мы Привыкли Как Мы Хотим Все Пробуждения Начинались С простого С молитвы Смирения Желания Чтобы Бог Явил Славу А не Прославить Своё Имя Поэтому Я молюсь За вас Молюсь За всех Слушающих Смотрящих Нас Будьте Благословенны Молюсь За нашу Общину Совокупное Совершенство Чтобы Мы Поднялись Как Люди Смирённые Пред Богом Желающие Принести Изменения В наш Город Лондон Спасибо Вам Большое Будьте Благословенны Ждём Вас В следующий Раз Аминь